Его называют легендой спорта, величайшим пловцом в истории России. В его арсенале более четырех десятков медалей, из которых 29 золотые. Казалось бы, вода его стихия. Я пришел после соревнований и сказал, что я все. Раздал все свои плавательные вещи. Соревновательные, тренировочные. Сказал, что все, ребята, больше мне не понадобится. 20 лет она не появлялась на публике. Это ее первое интервью на телевидении. Дарья Шмелева, когда-то подающая надежды плавчиха, ушла из спорта со скандалом. Говорили, она потеряла голову от любви, что стала тенью великого Попова. Но сама Даша уверяет, что это был ее сознательный выбор. Для нее намного важнее роль не чемпионки, а любящей жены и матери. Сейчас же все кричат о том, что женщина должна делать карьеру, не сидеть дома. Хотя трудно назвать это сиденьем дома, конечно. Может быть, я из прошлого века, а может быть, из будущего. Блистательная карьера Попова едва не прервалась, когда в уличной драке плавец получил смертельное ранение. Нож пробил спину ниже лопатки, задел легкое и почку. От смерти прославленного спортсмена спас известных и рук Автандил Мангелитзе. На больничной койке, когда казалось, что все уже потеряно, Александр понял, что приобрел гораздо большее. Любовь. Жить, играть и побеждать. Ради любви. Она толкает на подвиги и ведет на пьедестал. С этой дистанции легко сойти, потому что дисквалифицировать участника такой гонки могут в любой момент. Но люди, которым удалось ее пройти, в прямом смысле творят историю. Ведь истории без героев не бывает. Сердца чемпионов на едином дыхании. Первым шагом, предопределившим судьбу, стало решение родителей отдать сына в секцию плавания для оздоровления. Он сначала даже сопротивлялся. Во дворе с ребятами намного интереснее, чем в бассейне. Приоритеты расставила победа на первых соревнованиях. Проплыет с результатом 21,9 секунды. А так как у участников был всего один, то, соответственно, пришлось победить. Поэтому вот это была первая победа. Когда плавание стало мешать учебе, отец поинтересовался, не пора ли прекратить тренировки. И услышал от сына уже поздно. Вы знаете, в спорте, вообще в спорте ситуация, она очень простая. У нас же, понимаете, заранее медали не раздают. Их надо завоевывать. Образно, если выразить, то да. Вот мы зашли в дом, и нам надо подняться на девятый этаж. Лифта нет. И вот мы топ-топ, на каждую ступенечку ступая, карабкаемся вверх. Долгое время его считали перспективным, подающим надежды. Только значимых побед и весомых результатов все не было. Александр уже сам отчаялся, когда неожиданно его пригласил в свою группу знаменитый на всю страну тренер Геннадий Турецкий. Это было второе попадание в яблочко. В 1991 году Попов отправился на чемпионат Европы в Афинах. И вернулся с четырьмя золотыми медалями. С этого момента началась беспроигрышная серия, которая продолжалась почти семь лет. Я как-то Александра Владимировича спросил. Я говорю, Александр Владимирович, вот тяжело такие результаты достаются в спорте? Он говорит, Юра, ну вот ты, говорит, за свою жизнь сколько литров воды выпил? Я говорю, ну как, ну сколько там? Литра-полтора в день нормальный человек пьет. Говорит, а я вот, говорит, 10 литров в день съедал. Вот. Чтобы понимать, о чем... 10 килограмм хлорки уж тогда говорит. 10 килограмм хлорки. Ну что-то я чуть-чуть смягчил. Этот год стал для него переломным. Он завоевал золото и сердце юной дебютантки из женской команды плавчих Дарьи Шмелевой. Александр приехал в Киев на сборы. Там и произошла их первая встреча с Дашей. Март месяц, Киев, 91-й год. Ну, в общем, у нас в команде были девушки. Я просто зашел поздравить, и там была Даша. Это было наше первое, фактически, формальное знакомство. Ну, я Сашу знаю немножко раньше, чем он меня. В 90-м году, по-моему, это был Харьков, чемпионат России. Галина Владимировна мне сказала, посмотри на восьмую дорожку, а там плывет мальчик, очень перспективно обратил на него внимание. Дарья и обратила. Хотя сейчас они в один голос утверждают их отношения, это не любовь с первого взгляда. Мы с Сашей всегда дружили, мы всегда могли сидеть часами разговаривать. Даже Геннадий Геннадьевич резко как-то сказал, смотрю, говорит, сидит Саша, и с кем-то так разговаривает, говорит, ему, говорит, смотрю, я, говорит, вижу, что ему очень хорошо. Скажем так, звезды сошлись таким образом, да, что Даша была рядом со мной. Олимпиаду в Атланте 96-го года называют настоящим триумфом Попова. По мнению экспертов, российский пловец не должен был победить. На предварительных заплывах он проигрывал лидеру американской сборной Гэри Холл. В день финальных соревнований в бассейн приехал президент США Билл Клинтон. Посмотреть, как Холл завоюет золото и лично наградить чемпиона. Но победил все-таки Попов. После олимпийского триумфа зарубежные комментаторы стали называть его царем, Александром Великим. Новость о том, что надежда российского плавания, непобедимый Попов спустя месяц после триумфальной Олимпиады тяжело ранен в уличной драке, мгновенно облетела весь спортивный мир. Я даже не помню, кто мне об этом. Я точно узнал об этом не из газет, не из телевидения. Кто-то из ребят, из наших пожирателей слухов, кто-то из парней позвонил, сказал, слышал, кто это ужище, его порезали. Ее как порезали? За что? Вот этого табряка двухметрового сна. За что? Мы же живем обычной спортивной жизнью. У нас все организовано. Сборы, переезды, то-сего. А здесь оказался просто не готов. Вот к такой ситуации. Не просчитал, не прочувствовал. И поплатился. Спустя 20 лет Александр Попов может спокойно вспоминать о том роковом вечере. На самом деле плавец несколько дней находился на грани жизни и смерти. Александр Попов в компании друзей выходит из дома на Мичуринском проспекте. Вместе с ним Даша Шмелева. Через полчаса компания уже на перекрестке с улицей Лобачевского. Ну, в нашей компании была девушка, которая немножко была, наверное, на веселе. Как ни странно, мы в этот вечер не употребляли. Она испровоцировала агрессию. Все произошло в считанные секунды. Попов только в последний момент заметил нападавших. Не успели мы обернуться, как он уже лежал на земле. Александр получил удар камнем по голове. И только потом он увидел в руке нападавшего нос. Испуганная Даша выскочила на проезжую часть, пытаясь поймать машину. Когда уже потом мы сели в машину, тогда я уже поняла, что он ранен. Мы поехали, потому что другого выбора не было. Надо было всех спасать. Хирург-автандил Монбелидзе заступил на дежурство в городской клинической больнице номер 31. Ничто не предвещало, скажем так, беды. Вот. Ну и меня вызвали в приемный покой, потому что туда доставили пациента с ножевым ранением. Одного взгляда опытному врачу хватило, чтобы понять. Пациент находится на грани жизни и смерти. Серьезность была в ситуации в том, что был ранен сосуд. Он бы просто погиб от кровотечения внутреннего. Вопрос шел на минуты. Надо было срочно делать экс-наберацию. Лопова немедленно отвезли в операционную. Прежде чем потерять сознание, Александр успел сказать, что он спортсмен-пловец. Действующий олимпийский чемпион. Вот тогда у меня, в общем-то, возникла мысль о том, что надо как-то работать поаккуратнее. Автандил Манвелидзе прекрасно понимал. Если он сделает надрез по всем медицинским правилам поперек мышц, то его пациент вряд ли когда-нибудь сможет вернуться в плавание. И тогда хирург пошел на риск. Он знал, что теоретически его скальпель может пройти и вдоль мышечных волокон. Все было проведено из одного доступа. Мне пришлось, скажем так, завязать отдельно в грудную клетку. Что-нибудь привозить. Это уже такие маленькие нюансы и хитрости. В ту ночь Манвелидзе не только спас жизнь Попова. Он рисковал собственной карьерой, чтобы дать пловцу шанс вернуться в спорт. Говорю, что слава богу, что все закончилось хорошо. Поэтому меня не наказали, а просто сделали небольшой выгод. После операции, проснувшись, спросил доктор, у меня все нормально? Ничего не ампутировали, не отрезали? Говорит, нет, все нормально. Говорю, все, плавать буду. Говорит, будучи. Ну все, я вас услышал. Все это время Дарья Шмелева сидела в коридоре возле операционной. Я сидела и ждала. Уже в 6 утра, когда вышел доктор, он успокоился, сказал, что все хорошо, все сделали, все, что могли, все будет хорошо. Держалась. Достойно. Никаких истерик, скажем так, никаких заламываний рук и так далее, и тому подобное. Да, человек переживал, человек сильно волновался, но все как-то так вот с достоинством. Поначалу ее не пускали в закрытое отделение, ведь она не родственница и не жена. Вот даже многие знакомые люди, в общем-то, задавали мне вопрос, а кто ты такая? Вот, я пошла к главврачу и говорю, что так и так, я невеста. Вот, и сам главврач меня провел наверх, всех отодвинул в сторону, сказал, что эта девушка пройдет. И когда он мне говорит, Саша говорит, что слушай, а мне понравилась эта идея. Вот так оно и пошло. Только больничный режим вынуждал ее на ночь уходить домой. Но с утра она снова с улыбкой входила в палату. Александр неожиданно для себя понял, что он с нетерпением ждет прихода Даши. Ему нравится ее голос, ее смех. Я не знаю просто, насколько бы я, если бы Даша не была рядом, я не знаю, насколько бы я застрял в этой больнице. Насколько. Ну, вот реально не знаю. Ситуация была таковой, что Даша была с первой до последнего дня рядом. Понимаете, ну, как любая ситуация критическая, да, она либо связывает людей, либо их разбудит. Дружба переросла, наверное, в любовь. Вот так получилось. Плавно. Самое удивительное, что на свитере, в котором Саша был в день трагедии, Даша не обнаружила даже следа от ножа. Нет, ну, она была вся в крови, конечно, когда это случилось. Но порезана была только одна нитка на боку, где ей было ранение. Вот он узелочек, аккуратненький, завязанный. Свитер, подарок Даши, словно уберег пловца от беды. Врачи говорили, еще несколько миллиметров и Попова бы не спасли. И шутили, что ангел-хранитель Александра творит чудеса. Сам Попов говорит, что до этого случая он и в храме-то никогда не был. А тут задумался о том, что есть некие высшие силы, которые помогают ему. Еще одним знаком для пловца стал необычный подарок от старого друга, борца Александра Карелина. Есть еще один человек в этой связи, это президент Пермского клуба «Неноборс», заслуженный тренером. Россия Владимир Александрович не любит. Я говорю, поедем, попроведуем. Я говорю, ну, лекарство не привезешь, точняком. Я говорю, давай, чтобы его охранял. Ну и все, остановились на том, что взяли крест. Вот, приехали, он говорит, я не крещен. Я говорю, ну, дело за мало. Крестись. И все. Ну, он говорит, ну, это же надо исправить. Я говорю, безусловно. Мы это сделаем в ближайшее время. Как только выйду из больницы, выпишусь, я говорю, поедем, мы не справимся. Мы так и сделали. Поехали и не справились. После крещения Александр Попов принял еще одно важное решение. Сделал предложение Дарьи Шмелевой. Мы пришли в магазин, я сказал, давай купим кольца. И все, вот так. Все банально просто. Я не очень романтичный в этом плане. Такое было ощущение, что другого даже и пути-то нет. Вот, наши судьбы сплелись. И уже по-другому быть не могло. Мы расписались в Австралии. У нас была колоссальнейшая свадьба. У нас было 8 человек. У нас было прям гульбеж стоял на весь город. Через полгода после выписки Александр Попов и Дарья Шмелева сыграли свадьбу. После свадьбы Дарья приняла решение оставить спорт. Для нее новые победы Попова были дороже собственной карьеры. Даша помогала мужу восстановиться после ранения. На реабилитацию ушел почти год. Его возвращение в спорт было тяжелым. На первом после долгого перерыва чемпионате Европы русский пловец проиграл все, что только можно было. Комментаторы пели дифирамбы новому герою. Голландцу Питеру Ван Ден Хутенпанду. Но Александр верил в свои силы. Психологическая борьба, она начинается задолго до начала заплыва. Поэтому, безусловно, у кого лучше психологическая подготовка, кто более психически устойчив, кто-то побеждает. Попов не реагировал на колкие комментарии в свой адрес. На очередном чемпионате Европы он обошел Ван Ден Хутенпанда на полтора корпуса и развеял миф о голландском чуде. Потом в Сиднее он выиграл олимпийское серебро и ушел из спорта. Вот, пожалуйста, Поляна освободила. Делай, что хочешь. А никто же не мог. Ну, я люблю пионы. Это прям как раз к моему дню рождения. Да? Да, к мае месяце. Все цветет. А у вас есть? Есть, да, очень много. Александр, как ты? Александр? Не знаю, мне всегда дарит розы. Красные, розовые, белые. Наверное, он любит розы. Пловец Александр Попов с головой окунулся в семью и уверяет, что Даша – это самая главная победа в его жизни. У меня есть такая, как Даша, которая приняла решение и сделала выбор вот в эту сторону, в сторону семьи, в сторону домашнего очага. И я очень этим доволен. Его жизнь после спорта – это тихая галая, где нет фанфар, восхищенных комментариев, спортивного ажиотажа и громких побед. Осталась только легенда. КОНЕЦ Александр Попов – самый быстрый пловец в мире целых 14 лет. Воспитанник тренера Геннадия Турецкого, обладатель всех существующих в спорте титулов в самой престижной в плавании дисциплине 100 метров в вольном стиле. Его имя стало настолько узнаваемым, что звания и титулы отошли на второй план. Для всего мира он просто Попов. Правда, первые свои 10 лет в плавании он ничем, кроме гренадерского роста, не выделялся среди других. Но все вдруг изменилось в его судьбе. Или это он сам все изменил? Про таких спортсменов, как Попов, принято говорить, что своим появлением в спорте они убивают все поколения своих современников, не оставляя им ни малейшего шанса выиграть. С момента своей победы на 100 метровке в 91-м на чемпионате Европы Попов не проиграл ни одного старта на протяжении 7 следующих лет. Одни боялись его и ненавидели, другие превозносили, считая честью для себя встать на дорожку рядом. Каждая из трех побед Попова на чемпионате мира 2003 года в Барселоне опрокидывала все существующие представления о человеческих возможностях в спорте. Ведь тогда Александру было уже почти 32 года. Сменялись поколения соперников. Из самого молодого, как это было в 92-м, на Олимпиаде в Барселоне, он стал самым опытным. Неизменным оставалось лишь одно. О чем сказал главный тренер американской сборной по плаванию начала 90-х Ричард Квик. Попов относится к самому неприятному для нас типу соперников. Когда он встает на стартовую тумбочку, то думает вовсе не о соперниках, не о том, сколько ему заплатят за эту победу, а о том, что через несколько минут над педесталом поднимут флаг его страны. Попов говорил не раз, что добивался всего только своими силами. Своими силами значит без допинга. Значит, вкалывать так, чтобы и в воде пот прошибал. И он вкалывал так на протяжении 25 лет. У нас в городе Лесном, вот где я начинал плавать, тогда был СРБ-45, хорошо было развито плавание, лыжи, коньки. В коньке я проходил ровно неделю. Когда 30-ти градусный мороз собрался в кроссовках, идти на тренировку, мне отец сказал, хватит. И все, с тех пор я хожу в бассейн. До школы плавать, после школы плавать. Вечером пришел, уроки сделал, падать. Быстрее в кровати. Все, вот, все расписание. У меня, помню, как-то ребята заходят, одноклассники, в 8 часов. Мама говорит, он уже спит. Как спит? Ну, вот так вот, устал. А утром я приходил, ну, и как же, приходил в школу из бассейна. То есть у меня с собой там лопатки, плавательные там, полотенца, плавки, очки, там, что-все, там, колобашки. Досочки у нас тогда там, бассейне были. Ну, начинаю, значит, там, перед уроком доставать какие-то учебники. Сначала у меня плавание выходит, все из сумки там достаю. Потом учебники уже, они говорят, а что такое? Ну, на тренировке бог. А вот сколько что плавать пошло? Я говорю, ну, без 15, в 7. А вот сколько что я встал? Ну, в 6. Угу, сумасшедший. Помню, в 80-м году смотрели Олимпийские игры, когда Володя Сальников выиграл, когда он три золотые медали. В 80-й год, это мне было 9 лет, папа рассказывал, отец, он говорит, а ты сказал простую вещь, говорит, а я был лучше, чем Сальников. Редактор субтитров, говорит, Субтитры подогнал «Симон»